Чем живут амурские города и районы? О каких проблемах и достижениях пишут в социальных сетях и чем гордятся? Обсудим в программе «Область говорит». Вас приветствует Алексей Римон. Всем здравствуйте. В Великокнязевке продолжается второй этап капитального ремонта школы. Подрядчик к концу недели должен завершить демонтажные работы. Впереди отделочные работы и обустройство вентиляции. Капитальный ремонт школы стартовал в прошлом году. Благодаря поддержке губернатора Василия Орлова образовательное учреждение села Великокнязевке будет оснащено самым современным оборудованием, сообщает телеграм-канал Белогорского округа. Работы идут в графике. В Серышевском районе на дороге Белогорск-Сершево дорожники приступили к устройству асфальтобетонного покрытия. Работа выполняется в рамках нацпроекта. Безопасные и качественные дороги ведутся в два этапа. Протяженность всей дороги Белогорск-Сершево 23 километра. Ремонт разделен на этапы. Так, в этом году специалисты полностью отремонтируют участок с 11 по 14 километры. Работы здесь стартовали в мае. На объекте восстановили земляное полотно, выполнили досыпку и расширили дорожное полотно. Обустроили основание. На завершающем этапе установят дорожные знаки и нанесут разметку. Окончание работ запланировано на октябрь. В следующем году продолжат ремонт с 7 по 10 километр. Параллельно ведется разработка проекта на реконструкции и приведение в нормативное состояние наиболее сложного участка с 14 по 21 километр. Парк «Богульник» в Тынде победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, которые будут реализованы в 2023 и 2024 годах. В городе уже приступили к поиску подрядчика. Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Малые города и исторические поселения» прошла в Тамбове. Команда из Тынды получила грант по размере 85 миллионов рублей. И это не первая победа. Напомню, в 2020 грант получил проект «Бамовский Арбат». Финишная прямая. В сквере Чеховский и Белогорска завершается благоустройство. Сейчас на объекте выполняется укладка покрытия из резиновой крошки. Мероприятие по созданию нового общественного пространства выполняется в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» по программе «Комфортная среда» по итогам голосования 2022 года. Здесь полностью завершены работы по бетонированию зон отдыха и оборудованию пешеходных дорожек. Установлены горка и игровой комплекс. Рабочие приступили к укладке резиновой крошки синего, зеленого и красного цветов. Специалистам предстоит обеспечить резиновым покрытием почти 500 квадратных метров. Также в сквере появится гимнастическая площадка с форкаут-комплекса. Уже установлены 25 уличных светильников и часть камеек. Территория площадью 1500 квадратных метров объединит в себе зоны как для активного, так и пассивного отдыха. На благоустройство сквера направлено более 14 миллионов рублей. А Благовещенский и Шимановский готовят участки под строительство умных спортплощадок. Заниматься физкультурой жители смогут уже в следующем году. Умные площадки возводят по федеральному проекту «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт». Амурская область стала ее участником в 2022 году. Регион получил из бюджета страны 52 миллиона рублей. В 2023 году будет выделено еще 100 миллионов. Две умные площадки появятся в Тынде и Свободном. Благодаря реализации этого проекта в области, в населенных пунктах появится современная спортивная инфраструктура. Проект «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт» предусматривает строительство спортивного модуля и умных спортивных площадок, которые будут оснащены современным спортивным оборудованием и доступом к интернету. В Константиновке в ноябре откроется кинозал. Сейчас на объекте ведется работа по подбору подрядчика. Предстоит установить новое цифровое оборудование и новые кресла для зрителей. Работы обойдутся в 9 миллионов рублей. В Константиновке с рабочей поездкой побывали министр культуры и национальной политики Надежда Другунова и директор Амурского областного дома народного творчества Анна Филоненко. На рабочем совещании с главой района Александром Колесниковым обсуждались вопросы модернизации нового кинозала АУДНТ на базе Константиновского районного дворца культуры. В 2022 году кинозал АУДНТ в Константиновке будет модернизирован в рамках федерального проекта «Культурная среда» и национального проекта «Культура» в числе 103 кинозалов населенных пунктов России. Результаты конкурсного отбора на выделение государственной поддержки были объявлены Фондом кино в июле этого года. Проверяют на смелость и ловкость, оценивают уровень физической подготовки. Добровольные пожарные Белогорского округа участвуют в прохождении огневой и психологической полосы препятствий. Речь идет о будущих помощниках профессиональных огнеборцев, которые входят в состав Добровольной пожарной дружины. Подобные занятия проводят под контролем дежурного караула пожарной части. Больше сотни жителей входят в состав Добровольной пожарной дружины Белогорского округа. Общественные помощники профессиональных огнеборцев два раза в год в преддверии начала пожароопасного периода весной и осенью проходят огневую и психологическую полосы препятствий. Испытание состоит из четырех этапов. Участнику необходимо сначала преодолеть огневой барьер. Далее маятник пройти по качающемуся бревну, закрепленному на брусьях. Третий этап – ползком преодолеть дистанцию под горящим навесом. На четвертом, завершающем, участников ждет горящая змейка, рассказал начальник пожарной части номер 20, тела Вожаевка, Александр Опаленко. При прохождении полосы необходимо проявлять смелость, стрессоустойчивость и физическую подготовку. При этом учитывается не время, за которое доброволец преодолевает полосу, а правильность выполнения каждого этапа. Полосу препятствий добровольцы проходят в специальном защитном костюме, имея при себе ранцевый лесной огнетушитель. Как сообщает пресс-служба Белогорского округа, все помощники пожарных успешно справились с поставленной перед ними задачей. Учения продолжаются. Самый вкусный мед выбрали в селе Нижний Бузыли. Там прошел конкурс среди пчеловодов «Народный выбор». Каждый предоставил на пробу лакомство собственного производства, а дегустаторам пришлось определить, какой же мед слаще и вкуснее. Такое мероприятие приурочили сразу к нескольким праздникам, которые отмечают в августе. Медовый спас, яблочный спас и ореховый спас. Так, в прошедшие выходные в местном клубе собрались почти все жители села. Причем пришли они не с пустыми руками. Каждый продемонстрировал плоды собственного урожая, который удалось собрать в этом году. Среди них были садовые цветы, яблоки, мед и орехи. В музее Белогорска начала работать выставка «Репортаж из 45-го». Фотоколлекция фронтового корреспондента Николая Шкулина и собрание Хабаровского краевого музея имени Николая Градекова. На выставке представлены 24 снимка. Как рассказала специалист по экспозиционно-выставочной работе Татьяна Романова, полная коллекция – это 50 фотографий, сделанных фронтовым корреспондентом армейской газеты «На страже Родины» Николаем Шкулиным. В составе частей 2-го Дальневосточного фронта он участвовал в Манджурской стратегической наступательной операции против Квантунской армии Японии в августе 45-го и дошел до Харбина. Начав карьеру военного фотокора, он запечатлел события советско-японского конфликта в районе озера Хасан в июле 1938 года. Выставка будет работать в Белогорском краеведческом музее до 18 сентября. Жители Кустанаевки отметили День села. Его основали 111 лет назад крестьяне из Западной Сибири. Назвали село Кустанаевкой в память о своем первом поселении. Поздравить кустанаевцев с днем села приехали артисты Белогорского округа. Они открыли муниципальный фестиваль народного творчества. Солисты в народных костюмах исполнили песни. День села жители начали отмечать с самого раннего утра. Организовали фотовыставку село Кустанаевка и выставку поделок из овощей и фруктов «Я местный». Провели развлекательно-познавательную программу для детей, научное шоу, оборудовали фотозоны. Детский кукольный театр «Солнышко» из села Светиловка представил спектакль «Колобок». Артисты показали свою интерпретацию всем известной поучительной сказке. Для детей организовали веселые старты. Они собирали на скорость яблоки и устраивали забеги. Особой популярностью у всех пользовался аттракцион «Гадание на гречневой каше». Участникам предлагали выбрать один из глиняных горшков. В одном была каша с маслом, в другом с медом, еще в одном с перцем. После ребята получали пояснения. Концертная программа в День села завершилась чествованием молодоженов Анастасии и Данила Удодовых. Они – коренные кустанаевцы. С 16 лет дружили и буквально накануне праздника поженились. Учились здесь, в нашей школе. Я сам не местный, я сам в Стукияновке, в пяти километрах отсюда. Получается, перешел в Кустанаевскую школу, потому что в Стукияновке были только начальные классы. И перешел в Кустанаевку, начал учиться здесь. И уже, как бы, ну, начал учиться в седьмом классе. Это все яркие события из жизни области, о которых я успел вам рассказать. Увидимся совсем скоро, до новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok